Складывается очень парадоксальная ситуация, потому что вот эти страны Азии, которые вы перечислили, которые были бывшими республиками Советского Союза, они же являются, в принципе, и теми странами, на которые сейчас Россия опирается для того, чтобы обходить западные санкции. Тот же Узбекистан неоднократно упоминался разными медиа, как страна, в которую заходят товары двойного назначения, при том сначала полномасштабного вторжения этот экспорт вырос, импорт вырос в какие-то там просто феноменальные разы, ну и, соответственно, потом эти товары мистическим образом попадают в Россию. Вот такие вот выпады, таких вот персонажей, как Захар Прилепин, может быть, еще следующие последуют. Будет ли вызывать это реакцию того же Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Армения в этом же списке, стран, которые помогают обходить санкции? И главное, какую реакцию это будет вызывать? Они будут пытаться усмирить дракона и пытаться ему подыгрывать? Или пошлют его, так как вот, например, два депутата от парламента Узбекистана послали на известное слово из трех букв Прилепина? Вы знаете, здесь очень сложно рассчитывать на какую-то однозначную реакцию со стороны вот этих стран. Ну вот вы перечислили страны, которые входят вот в эту обойму, так сказать, стран, соседствующих так или иначе с Россией или находящихся от нее в опасной близости. И эти страны занимают противоречивую позицию, потому что, с одной стороны, ну вот возьмите ту же самую Армению, только что в Армении практически позволили хозяйничать российским спецслужбам, которые арестовали и вывезли из Армении, так сказать, человека, который пытался там получить политическое убежище. Ну, надо сказать, что это надо иметь большой-большой ум, чтобы в Армении пытаться получить политическое убежище. Точно так выдают, только что из Кыргызстана выдали человека. То есть, на самом деле, с одной стороны, безусловно, эти страны, ну, это разные страны в разной степени, зависимые от России, но та же самая Армения, она очень, ну, вернее, не Армения, а вся политическое руководство Армении очень пытается сейчас выдраться из этой вот трясиной российской зависимости, пытается идти на Запад, делает какие-то конкретные шаги в этом направлении, но в то же время, ну, известно и демонстративное отсутствие Пашиняна на очередной сессии ОДКБ, фактически такой демарш, я бы сказал, но в то же время, в общем-то, зависимость есть, потому что есть большая военная база на территории Армении, ну, и в конечном итоге есть враждебное окружение. У каждой страны постсоветского пространства, входящего сейчас в остаточную орбиту российского влияния, своя история и свои проблемы. Армения одни проблемы, соседство с враждебным Азербайджаном, хотя очень большие усилия прикладываются для того, чтобы выйти из российского влияния сейчас нынешним руководством Армении. Значит, у Казахстана гигантская протяженная общая граница, абсолютно неоформленная, абсолютно незащищенная. То есть, на самом деле, при необходимости вторжения по такой гигантской границе, незащищенной, может быть просто мгновенная и, ну, достаточно проблематично будет Казахстану защищаться. Хотя, конечно, Казахстан это тоже не, так сказать, не абсолютно беззащитная страна, но тем не менее, проблемы есть. Значит, то есть, на самом деле, все эти страны ощущают опасность со стороны России, поэтому не хотят с ней вот так вот очень жестко ссориться. Ну, и какое-то экономическое, хотя экономическое воздействие все время слабевает, потому что сегодня зависимость от Китая, например, в плане инвестиций уже значительно больше, чем от России. Да и от Запада, если брать Казахстан, на самом деле, там практически все крупные экономические объекты находят западные инвестиции, западное управление. Вот, поэтому экономически, ну, единственное, пожалуй, здесь, единственное может быть исключение, это Кыргызстан, которая страна с очень слабой экономикой, которая в значительной степени зависит от денег, которые присылают мигранты. Ну, и Узбекистан тоже самое, там огромное количество мигрантов, которые пытаются заработать в России и кормят свои семьи, посылая к себе домой деньги, заработанные в России. Но это все меньше. Они все больше и больше понимают, что, так сказать, возможности работы в России все меньше и деньги все меньше. Но, тем не менее, это все остается. Поэтому такая противоречивая картина. С одной стороны, они видят опасность, исходящую от России, с другой стороны, по-прежнему экономически завязаны с империей. И, в общем-то, опасения, так сказать, существуют. Поэтому какие-то отдельные депутаты могут, вот, конкретно Пригожину высказать такое отношение. Не Пригожину, виноват, Прилепину, конечно. Вот, конкретно Прилепину высказать такое отношение. Вот, а что касается, да, и в некоторых случаях там дипломатические какие-то демарши бывают. Они были, было это все. В ответ на какие-то, значит, ну, в частности, например, вот последние события такого рода, это запрет вещания в Армении спутника, то есть вот этого детища Маргариты Симонян, в связи с абсолютно хамской, абсолютно беспредельно развязанной риторики мужа Симонян Теграна Киасаяна. И, ну, я надеюсь, что вот спутник и Russia Today из Армении ушли навсегда. Ну, по крайней мере, надежда на это есть. Такое действие произошло. Их приостановили на 30 дней. Я надеюсь, что это будет провангировано. И вот этого вот лживого языка Маргариты Симоняна и Теграна Киасаяна больше не будет на территории Армении. Вот, ну, то есть такая противоречивая ситуация, но движение в сторону, так сказать, от Российской империи налицо. Оно неостановимо. Я думаю, что эта тенденция, она не будет ослаблена, она будет все время усиливаться. Россия утрачивает, постепенно утрачивает вот этот вот свой имперский статус и влияние на ближайшие территории.